Здравствуйте, Дедушка Мороз! Снегурочка, Емелья, и ты, Дедушка, ну рассказывайте, что у вас случилось? Самое новогоднее из всех русских сказок в Рязанском театре кукол начинается с выхода главных символов Нового года – Деда Мороза и Снегурочки. Они по традиции встречают гостей у красавицы Ёлки вместе с волшебными помощниками и сразу вовлекают детей в хоровод. Вместе с Емельей ребята учились загадывать желание правильно. Мы все соскучились по праздникам и Новому году, а здесь и Дед Мороз, и Снегурочка, сразу ощущается новогоднее настроение. У меня была очень красивая ёлка, а Дед Мороз, Снегурочка и Емеля, они задавали очень интересные вопросы, мне было очень интересно отвечать и танцевать вместе с ними. Само кукольное представление ни на йоту не отходило от текста сказки, но для детей, уже знакомых с ней, это всё равно было новогоднее волшебство. Они ждали, когда мудрая щука подскажет, как понять, чего на самом деле просит душа и почему счастье не в её плавниках, а в наших руках. А это ещё что за житель? Так ведь это щука, да какая большая. О, постой, постой, тебя-то мне, голубушка, и надо. Вот почистит тебя матушка, пожарит на сковородочке. Мы решили вернуться именно в классику. Классическое новогоднее представление с классическим Дедом Морозом, с классическим хороводом, с классическим ёлочкой горе и с классической русской народной сказкой. Без каких-то там современных технологий и звёздных войн. Всё наше, нормально, исконно русское наше. Праздничное представление по щучьему велению в Рязанском театре кукол будет идти вплоть до Нового года. Не пропустите. Продолжение следует...